продолжаем нашу программу и впереди нас ждет удивительное путешествие в новую реальность татьяна имена кирс здравствуйте татьяна здравствуйте здравствуйте рада вас видеть взаимно мы всегда с нетерпением ждем встречи с вами и наши радиослушатели тоже и так о чем мы сегодня вы знаете я как всегда называли еще когда жила в ленинграде была совсем молодая девушка они молодая бабушка меня называли танька сионистка но сейчас я по моему выступаю как танька антисемитка потому что я сейчас все время пытаюсь разобраться в этой гнусной помойки американского еврейства и вы знаете я начну с того что меня пригласил в ресторан отец я так понимаю моей будущей невестки и он очень интересный человек он в 15 лет сбежал из югославии естественно антикоммунист он работал многие годы на кодоге которые в рочестере располагался и он мне задал вопрос а почему евреи такие левые он сам македонез по национальности и я ему ответила словами служеницына просперите бриц идиасе благополучие рождает идиотизм и вот это как раз будет вот это просперите бриц идиасе этот эпиграф служеницына будет сегодня у нас стоять перед нашей статьей передачей вы знаете одна из один из моментов когда я очень четко поняла что американцы ничего не понимают как ни странно опять же связан с безумно талантливым человеком американским евреем которого знает вся америка это лэри дэвид который написал вот этот сериал много идущий сайнфилд потом он сам выпустил сериал корпус энтузиазм ограничить свой энтузиазм и вот вы знаете вот в этом сериале там был эпизод когда раздраженный тем что один из его знакомых или друзей не знаю говорил что нельзя играть вагнера вот что не поскольку он был диким антисемитом и собственно говоря вагнер создал всю идеологическую основу нацистского геноцида как это не смешно так вот вы знаете он показывает что он обозленный тем что человек этот ему сказал да человек пережил холокаст и этот человек ему сказал что нельзя играть вагнера он привез привел оркестр к окном его дома и стоит и дирижирует вагнера музыкой каким-то куском музыки вагнера около его дома так заканчивается этот эпизод знаете этот эпизод потряс меня до глубины души потому что вот тут он очень четко показывает разницу между советским европейским и американским еврейством на эту тему тоже писал игорь губерман когда тоже в израиле постоянно тоже шел этот диалог надо можно ли играть вагнер или нет там у дэвид барин боем известный дирижер говорил что можно а кто-то говорю что нельзя и тут игорь был свидетелем эпизода когда это давно еще было давно уже уехал в израиль когда кто-то включил там на патефоне вагнера и вдруг раздался дикий крик дикий совершенно крик это был человек который провел выжил в нацистских лагерях где их под вагнера там гоняли на страшные какие-то работы и он когда услышал эту музыку его просто увезли психиатрическую лечебницу и вот игорь написал что мы не можем играть вагнера до тех пор пока живы те кто пережили холокаст так вот вы понимаете в чем разница я поняла вот еще особенно в чем разница между так говорим советскими евреями и американскими что мы даже если не пережили то мы выросли под разговоры наших родителей которые пережили два холокаста один гитлеровский другой коммунистический сталинский а американские евреи ничего этого не знают у них самое страшное что они пережили это было конечно не финансовая трагедия времен депрессии когда надо было там жить вместе с тещей в одной квартире что советские люди вообще делали все и поэтому они просто даже близко ничего не понимают им объяснять вот эту боль которая у нас у всех у нас следована этот страх повторения этого которым мы живем в каком это знаете как то что называется посттравматический синдром от него быстро не избавиться понимаете и вот им это объяснять абсолютно бессмысленно вы знаете я часто делаю экскурсии в станцовский университет и там я показываю место зарождения силиконовой долины это гараж юг где хьюлитт и пеккер делали вот свой первый прибор осциллографический и вы знаете когда я от стэнфордского университета еду до вот этого гаража тоже это считается такое памятное место я говорю своим туристам вот посмотрите на все эти здания они были построены как раз двадцатых тридцатых годах это была эта картина такого благополучия такого покоя и такого богатства что вы знаете я правда очень давно ехала из советского из россии но в принципе нигде я много путешествовал нигде близко ничего такого не было даже вы знаете поселки райкомовских работников они не создавали ощущение такого покоя и безопасности они были окружены заборами и от них страх веял потому что эти люди знали что у них все наворованное и как бы не отобрали и главное чтобы не видели что у них есть а вот здесь был вот вот эти вот это палалта этот город где там это такое знаете сельское хозяйство типа горы хотя никакого сельского хозяйства там уже сто лет это покой благополучие красота и вот вы понимаете я прекрасно понимаю когда я там еду я всегда думаю что им в жизни этим людям никогда ничего не понять то что пережили люди восточной европе во время этих страшных войн на нацистской оккупации сталинского вторжения то есть вот этот момент хочешь то что разделяет вот будем говорить советское еврейство с американским просто как абсолютная свинцовая стена от рентгеновских лучей очень немногие что-то вообще в состоянии понимать им что-то объяснить также бессмысленно как объяснить боль родов никогда не рожавший женщине вот и я фактически сейчас нашла просто уникальный абсолютно портрет американского еврейства в книге которую я только что прочитала и которая сейчас такая очень модная посмотрите вот я показываю сейчас обложку этой книги она у меня на телефоне сейчас секундочку может вот так лучше увидите или нет но ты не ягу они называют эта книга называется на то не ягу и вы знаете это это книга написано джорджа койн это очень сейчас модный писатель американский и вы знаете вот наверное это один из самых талантливых и в то же время самых жутких портретов американского еврейства но что интересно что здесь у меня восстановилась картина которая у меня как-то строилась очень многие годы я не я я мне было плохо понятно плохо мне было понятно вот эта ненависть дикая и американских евреев к трампу и одновременно также ненависть их биби натаньягу премьер-министра израиля трампа и натаньягу они очень великолепных были отношениях вот и вы знаете только когда я прочитала эту книгу она очень талантливо написано безумно талантливо написано но как говорил раневская талант как прыщ на комс захочет на том и вскочит так вот вы знаете у меня вдруг начало все восстанавливаться начала восстанавливаться вся картина поразительная абсолютно и вы знаете что интересно что начало этой картины хотя здесь мало что об этом упоминается в этой книге но начало этой картины опять ведет в россию как ни странно она опять ведет туда где в одессе вместе с щуковским некий молодой владимир жаботинский издавал журнал рассвет талантливейший журналист и вот погрома 905 903 дальнейший они заставили его стать сионистом и вы знаете вот этот момент чуковский с ним очень дружил и чуковский говорил что жаботинский его привел в литературу и более того жаботинский был так сказать лучшим другом жениха у него на свадьбе вот так вот а вы знаете вот этот момент очень интересен потому что вот этот раскол в партии сионистов когда жаботинский вы понимаете там совершенно как-то разные вещи были разные течения жаботинский он принадлежал он его называли сианистом ревизионистом то есть он считал что земля израиля принадлежит еврейскому народу что ее надо просто взять забрать причем так сказать вооруженным путем и что евреи имеют право на эту землю она дана им богом там масса других было сианистов которые были марксисты социалисты там и они там всякие другие пути находили там через правительство сначала там дружить там когда атаманская империя рухнула и британцы забрали эти земли дружить британским мандатом потом через сианистскую партию но что интересно что жаботинский он как раз очень много на эту тему писал он был ярый антимарксисты антисоциалист и он писал о том что нельзя разделять вот эту энергию еврейского народа на социализм и на сионизм на две вещи абсолютно разные потому что бен-гурион там даже голды мир они скорее более относились к социалистам и в каком-то смысле даже интернационалистам жаботинский был еврейский националист его даже фашистом называли настолько он был так сказать совершенно уверен в том что земля израиля должна быть от отобрана она принадлежит еврейскому народу что мы должны создать единое государство что она быть железная стена никаких уступок арабом ничего и так далее и вот автор этой книги там словами одного из героев пишет что когда жаботинского британские власти арестовали и выбросили из палестина он кстати говоря в отличие от трипологических всех этих болтунов сионистов он делом это все завоевывал поехал в палестину он там призвал вот этого турбельдора знаменитого еврейского вояку солдата однорукого который возглавлял там корпус военно-еврейский они воевали на стороне англичан ну это против турков в основном но когда англичане забрали палестину они уже начали воевать против англичан потому что они хотели чтобы это было еврейское государство земля евреев его выслали выбросили из палестина как поток который находилась под британским мандатом и вот он начинает ездить как пишет этот автор этой книги он пишет о том что животинский путешествует по европе и по америке и он как какой-то раввин который жрец который служит на заклане и предупреждает всех от грядущей катастрофе о том что в европе будет бойня для евреев что надо бежать в палестину и строить там государство ну те кто из вас немножко знает историю знает что европейское еврейство особенно польская самое главное раввина польский как не смешно они уже ботинского плевали и говорили что он полный идиот мерзавица вообще чтобы он убирался вот и ничего ничего почти там не удалось мало что ему удалось вот и надо сказать что вот тут к нему приходит понимание он кстати был единственный из всех сионистов который предсказывал холокаст он говорил что вот вот он случится что в европе будет бойня сионисты и вой сионисты не верили ему они недооценили того что то что происходит они были такими знаете слегка оторванным от жизни идеалистами вот так вот он едет в америку и он начинает понимать что америка это единственная страна которая может помочь созданию израиля потому что она демократическая потому что здесь голосует потому что она интересуется иностранными делами и так далее и так далее и вот вот с этого как бы вот почему мы об этом сейчас говорим потому что отец натаниягу вот премьер-министра израиля он был правой рукой же ботинского и он его идеи то есть вот все что говорил же ботинский это не только отец натаниягу но даже его дед раввин причем они все естественно происходили с сарской русской царской империи там кто-то слева там от бердичева кто-то из бердичева кто-то из польских каких-то местечек белоруссии так далее это все еврейство российской империи которые кипела идеями кипела ересями различными а насколько она кипела ересями показывают такой факт как что например когда хасидизм возникает то руководители хасидов по доносу опять же евреев метна где посадили в петропавловскую крепость потому что он ереси распространял по мнению так сказать евреев миснагдин в 1801 году если не ошибаюсь его посадили в петропавловскую крепость так вот ереси самые различные коммунизм среди них и социализм и марксизм и до этого был события низом обычно длина каждой такой ереси где-то лет двести но правда одна из них бы оказалось долго и весьма вы будете к надо мной смеяться но я например рассматриваю христианство как еврейскую ересь потому что в общем тогда возникло среди евреев все апостолы были евреи евангелие было написано евреями понимаете но что вам сказать на эту тему что вот последние к сожалению ереси они оказались совершенно страшно чудовищно опасными и чудовищно убийственными и вот этот марксизм социализм он совершенно не соответствует сионизму вот реальному вот этому сионизму они враги они враги хотя как это ни странно вот эта ирония судьбы что сегодняшний израиль не мог бы возникнуть если бы сталин не считал что израиль станет его клиентом на ближнем востоке и будет будет проповедовать коммунизм израиле действительно было дикое количество евреев коммунистов социалистов более того я могу вам найти фотографию демонстрации 1 мая в израиле где впереди идут с портретами сталина и это было как раз тот самый период когда он уже увольнял когда уже так сказать составы были готовы чтобы депортировать советских евреев в сибирь понимаете и по дороге они должны были погибнуть изготовился очередной холокаст уже было на колесах реально да вот а идиоты левые евреи ходили с портретами сталина по израилю кстати говоря я не хочу сказать что они сегодня ходят с портретами сталина но они ходят с нечто подобно в руках с нечто подобно в голове вот это самое ужасное и это как раз очень ясно видно в этой книге потому что она пока это эта книга это портрет современного еврейства вот сегодняшнего еврейства портрет который ужасно видеть очень страшно этот портрет видеть потому что мы понимаем что этих евреев сегодня гораздо больше. Более того, они ухитрились отнять у нас наших детей через университеты, пока мы все работали как сумасшедшие, зарабатывали на хлеб. Они промыли мозги нашим детям. Меня тут один ведущий упрекнул, что мы сами виноваты, что мы не воспитывали наших детей. А вы понимаете, тут же в чем проблема? В Советском Союзе, когда мы жили, это не только в Союзе, но и в Европе такая же ситуация, что если ребенок поступает в университет, если он учится в Париже, или он учится в Москве, или он учится в Лондоне, или он учится, скажем, в Петербурге, то он живет у себя дома, он едет в свой университет утром, позавтракал, потом приходит домой, он слышит, о чем говорят родители. Он участвует с ними во всех днях рождения, празднествах, он слышит, о чем говорят их друзья. И вот этот нарратив волей-неволей к нему переходит. К нему переходят идеи родителей. Бывают там отклонения, протесты, но все равно, вы знаете, общий, так сказать, поток идей в ребенке задерживается где-то с 17, скажем, до 22 лет родительский. И даже если он куда-то убегает, то потом это восстанавливается, он возвращается к этому потоку, на который заложен был у него в юности. Что происходит в Америке? Дети, которые находятся в Калифорнии, едут на Искос. У меня есть троих детей, двое уехали в Нью-Йорк учиться, а в 16, в 18 и в 17 лет младший сын уехал в Лос-Анджелес. То есть реально они уезжают и все. То есть вам очень, особенно если это на другом побережье. Я уже говорю, что те, кто в Калифорнии, едут в Нью-Йорк, и наоборот. Даже дочка Клинтонов уехала в Калифорнию из Вашингтона учиться. Это тоже Сенфорский университет. Понимаете, это традиция, которая приводит к тому, что власть молодежи, полную власть, полную интеллектуальную, идеологическую власть забирают профессора университетов. А эта помойка совершенно чудовищная. Абсолютно чудовищная помойка. И никто об этом так не знает, как я, которая пошла здесь в американский университет учиться в 50 лет. Понимаете, потому что когда я увидела этих полубезумных хиппи, развратных причем, нечесанных, с ногтями, которые не мытут годами. Там про одного профессора написала, что его можно было бы за бездомного принять. И более того, приходят 17-летние вот такие вот детки, которые смотрят на все открытыми глазами, всему доверяют. И вот стоит перед ними такая хипповая баба в сандалиях, с растрепанными волосами, и говорит, забудьте всем, что учили вас родители, вот вы там в церковь ходите, мы вас сексу научим, мы вам все расскажем. И вот вы будете смеяться, но я сама это слышала. Я сидела в классе. Это был с 2002 по 2007 год. Так вот сегодня все эти дети, они все в гугле сидят, в фейсбуке, они промыты мозгами так, их родители, собственно, с ними разговаривать не могут. Они боятся при них рот открыть, потому что они тут же считаются динозаврами, консерваторами, бигатами, фанатиками, фашистами, антисемитами, я не знаю кем, и расистами, и сломофобами. И вот эта книга как раз, это не Ягус, она идет, повествование идет от лица профессора университета. И вы знаете, вот как-то Новодворская написала статью Никите Михалкове о его фильме «Цитадель». И она там сказала, что талант сам говорит, то есть он говорит даже то, что человек сказать не хочет. И вот это то, что произошло с этой книгой, потому что вот это невероятно талантливый и для меня, например, совершенно омерзительный портрет и американского еврейства, и американской академии. То есть там фабула такая интересная очень. Там показано, как американскому профессору-еврею, его приглашают, и до этого задания встретятся с неким Бенционом Натаньягу, которого они рассматривают как потенциального профессора, которого, может быть, пригласят преподавать в этом университете. И вот появляется как бы реальный отец Натаньягу, реальный. Вот для меня чисто юридически совершенно непонятно, как вот эта книга может избежать судебных процессов. Потому что более грязной клеветы на почтеннейшую практически героическую семью, которой Израиль обязан всем просто, всем трёх поколениям, понимаете, сегодня просто трудно в Израиле найти. И грязь, которая выливается на всю семью, включая жену и трёх его детей, а один из них, не забывайте, это был Иони Натаньягу, который был командос, который погиб, единственный человек, который погиб при освобождении захваченного в Интебе в 1976 году самолёта Air France, где всех отпустили, оставили там, по-моему, сотни человек евреев, я сейчас не помню сколько, требовали там то-то и то-то и грозили их убить. И вот команда вместе с Сиони Натаньягу, они завершают героическое абсолютно освобождение, несмотря на то, что аэропорт был ещё окружён армией Идиамина, который был коммунистом, как вы помните, взглядаед такой был. Так вот, понимаете, и что делает автор? Он как бы этого Натаньягу, который в книге 13 лет, он приезжает там вместе с родителями в гости вот к этому профессору, который их принимает, и он как бы там насилует его дочку. Вы понимаете, больше мерзости трудно себе представить, потому что не только для израильтян, но и для евреев всего мира Иони Натаньягу – это священная фигура, в общем-то, понимаете? Это герой, который пожертвовал своей жизнью для освобождения и спасения евреев, понимаете? И вот это, извините за выражение, я не могу сказать слово, которое я бы хотела сказать на экране, И вот эта мразь смеет… Я уже не говорю, как он написал жену, мать Гиби Натаньягу, то есть жену этого Абенциона. Абенцион – это профессор истории, он был историком, очень крупным, который занимался средневековым периодом евреев в Испании, инквизицией, Португалией в Испании, вот это 1400-1500 годы. И он написал колоссальный труд, там, в 1300 страниц, очень знаменитый, по которому все занимаются. Кроме того, он очень четко показал связь, он совершенно иначе на инквизицию взгляд поставил, католическую инквизицию, он показал связь как бы того, что происходило в Испании в 1490-х, до начала 500-х годов с тем, что происходило в нацистской Германии, он показал очень интересную, он сломал схему, что католики хотели только конвертировать евреев в христианство. Они довольно многого добились в этом, они успешно очень многих конвертировали, но что интересно, потом пошла обратная конвертация, где они решили, что их надо обратно вернуть в иудаизм, потому что надо было кого-то ненавидеть, а так кого ненавидеть, если евреев нет. Ну там еще целый ряд у него очень интересных концепций, но он был гениальным историком, гениальным исследователем, я говорю сейчас про отца Биби Натаньягу, а самое главное, что он прекрасно понимал, как правая рука Жаботинского, не забываем, что это правая рука Жаботинского и полный, так сказать, последователь его идей, и идеи его собственной, то есть деда Биби Натаньягу Равина полностью совпадали с идеями Жаботинского, то есть это, что земля Израиля дана еврейскому народу Богом, и они имеют полное право на нее. И вот автор этой книги настолько оплевывает образ этого человека, он его показывает просто как какого-то сумасшедшего психопата, вся семья какая-то абсолютно чудовищная, жена грязнулята. То есть вы знаете, я вам хочу сказать, что как раз в описании семьи Натаньягу он не был так талантлив, как во всей своей книге, все равно эти образы вышли плоскими. Но вы понимаете, когда я закончила читать эту книгу, я просто подумала, что если бы мне дали возможность встретиться с этим человеком, то я бы дала ему жирную, пощечину, у меня очень сильные руки пианистки, которая тренировалась на рояле с пяти лет. Если бы я дала ему пощечину, у него просто все зубы бы вылетели. Я готова быть битой за это, потому что такая мразь садится за компьютер и пишет против героев. И я сразу вспомнила слова знаменитого российского философа Александра Зиновьева. Когда Солженица напубликовал свои книги, в Москве была огромная группа хорошо устроенных писателей. Члены Союза писателей, там, по-моему, 3000 человек было или больше, я уж не помню сколько, о которых Губерман сказал. «У писателей ушки в мерлушке и остатки еды на бровях. Возле дуба им строят кормушки, стоп не вздумали рыться в корнях». Так вот, все вот эти писатели, они все тут же сели за пишущие машинки и начали писать оправдание о себе и гадости против Солженицына. И вот Александр Зиновьев тогда сказал, что до тех пор я не говно, пока он не герой. Это имелось в виду, почему они так начали на Солженицына нападать. Действительно, героизм Солженицына поставил их всех в положение дерьма абсолютного. Понимаете? Приспособленцев, ищущих тихой пристани, сытной кормежки и так далее, и так далее. Вот то, что с этой книгой произошло, понимаете, это мерзкая лягушка, даже не лягушка. Я даже не знаю, с каким животным это можно сравнить. Которая квакает, моська, которая лает на слона, понимаете? А самое главное – дерьмо, которое лает на героя. Потому что вся эта семья и дед Натаньягу, который был раввином и который ездил, как челнок, просто оставив своей женой 9 детей, ездил и собирал деньги на создание Израиля. И отец Натаньягу, гениальный историк, который, собственно, даже по словам американских конгрессменов, а он умер в 2012 году в возрасте 102 лет. Он сыграл огромную роль, чтобы привлечь американские голоса на пользу Израиля, находясь здесь, в Америке. Не говоря уже про Биби Натаньягу, который был самый долго служащий президент Израиля. Я уже не говорю, если бы он даже не пошел в политическую деятельность, он ведь тоже был командос, он рисковал своей жизнью. И вот это дерьмо, которое ничего в жизни не видело, кроме библиотеки и пишущей машинки, имеет наглость обсирать эту великолепную, героическую, исторически героическую, потрясающую семью. Я не понимаю, он пишет, что это как бы литературная новелла, измышление, но там абсолютно все приведены факты исторические об этой семье. Она называется «Нет, это не Ягус» эта книга называется. То есть, я не представляю, ему надо было очень серьезно посоветоваться с юристами, прежде чем эту книгу публиковать. Потому что я уверена, что найдутся люди, которые будут его судить. Но вы знаете, все-таки вот что интересно, что он действительно автор, вот талант говорил вне его самого. Этот автор, он сумел создать портрет американского еврейства, начиная с человека, от имени которого ведется повествование. Это профессор истории, американист, который там taxation, то есть налоговый закон преподает в этом университете. Ну, ясно, что это Корнелл. Там говорится «Корбин университет», но это Корнелл университет, университет Корнелл. И там реально был такой, на фамилии почти такой, Харрад Блум, который играл со Снабоковым в шашки, в истории в шахматы, а Набоков в Корнеле преподавал. Так вот, понимаете, это профессор, он показывает этот образ запуганного такого интеллигента еврея, который читает все, что попадается под руку, который первый, единственный еврей первый, который нанят, а это 59-й год описывается, 59-й год, который нанят работать в этом университете. И он, понимаете, он показывает такой образ, знаете, как в Удеале он показывает таких, знаете, запуганных невротических евреев, которые с таким посттравматическим синдромом, которые все чего-то боятся, не то сказать, не тот галстук одеть, еще чего-то. И вот от имени вот этого такого человека он очень хорошо показал такой образ, который входит в академию, который плохо понимает, что вокруг происходит. Нам это тоже трудновато понять, мы тоже в других реалиях не понимаем американской еврейской жизни, как они не понимают наших, потому что мы-то волей судьбы в этом интернациональном коллективе как-то растворились. Американские евреи очень долго держались вместе в гетто и как в географическом, так и, будем так говорить, в морально-интеллектуальном. Поэтому их выход из этого гетто очень сильно запоздал и очень, так сказать, трудным было, и очень страшно, потому что вот этот христианский, часто существующий какой-то антисемитизм, хотя в Америке он был самый маленький по сравнению с любым европейским, все же таки их пугал. И вот этот вход его в этот университет и встреча, встреча его с этим Бенционом Натаньяго, то есть отцом будущего премьера Израиля. Вот как описывается вот эта встреча, и показаны две совершенно разные идеологии. И там показана идеология Бенциона Натаньяго, который абсолютно, вот это железно его, его отца Равина, абсолютно железно идеологически устремленного на создание Израиля. Возвращаемся в программу «Путешествие в новую реальность» Татьяны Минакер. Телефон в студии 847-400-5200. А были попытки дозвониться, мне не хотелось вас прерывать. Поэтому если у вас есть вопросы или, может быть, реплики, комментарии к тому, о чем говорила Татьяна, «Пожалуйста, 847-400-5200». Основная тема сегодняшнего разговора – это как бы с одной стороны о евреях, с другой стороны… Причем о евреях разных. С одной стороны это, то есть такое как бы противопоставление выходцев из Европы и более или менее недавно выехавших из Европы, там, из Советского Союза, из России или из республик каких-то. А с другой стороны это евреи, которые… Кстати, американские евреи тоже неоднородны. То есть есть там ортодоксы, которые придерживаются каких-то правил, принципов и так далее. Есть такая продвинутая община, которая достигла немало в смысле материальном, в смысле положения социального. И вот как раз эта часть еврейской общины, еврейского населения, почему-то склонна к такому крайне левому мышлению. Если вы не возражаете, давайте попробуем принять звонок, может быть, потом продолжим. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Татьяна. Первый раз вам звоню, восхищаюсь вашим выступлением, потому что я, в принципе, на все соглашусь. Хочу просто добавить пару очень интересных моментов, касающихся Жаботинского, касающихся Бенгульона. Вы знаете, что когда Жаботинский умер в Нью-Йорке в 40-м году, он просил, чтобы его тело перезахоронили в новом государстве, Израиль. Я не знаю, он знал, что это будет называться Израиль, но это он просил. И пока Бенгульон был у власти, он категорически запрещал перенести. Он даже для него правое движение, для Бенгульона, ярого социалиста, у которого портрет Сталина стоял до последних дней в его офисе, он не разрешал. И только через много лет, когда Бенгульон ушел в отставку и умер, тело перенесли и перезахоронили. И самое интересное другое, вы знаете, когда кончалось Миллениум в 2000-м году, был опрос среди евреев, израильтян, кто самый популярный в истории, а вообще в истории, евреев, Израиля, люди. И Жаботинский занял намного больше места, чем Бенгульон. Понимаете? Теперь насчет отца, потому что мне посчастливилось, я три раза встречался с Нитаньяху. И я разговариваю и насчет его брата, и насчет его отца, который преподавал в Корнелл. Вы знаете, что когда он дадал в стране таких двух сыновей, что он, когда хотел найти работу в Израиле, ему сказали, что он не квалифайт. Понимаете? Ему не запретили. Ну как же, мы как могли бы попросить, что он был секретарем у Жаботинского? А Жаботинский это была уникальная личность. Не говоря, что это был очень близкий друг Максима Горького, и человек, который владел многими языками, был прекрасный писатель. Вот, но Жаботинский, это легенда, можно говорить, его дружбу с Иосифом Трумпельдорфом, царским офицером, единственным офицером евреем царской армии с четырьмя георгиевскими крестами. Понимаете, это... И в таких случаях берется, что дало правое движение для государства Израиля, и кто они, и что дало левое. Левое, это что Бен-Гурион и Ицхак Рабин, а правое, тот же Трумпельдорф, тот же Бегин, тот же Нетаньяху, тот же генерал Шарон, когда он был генералом, и это можно продолжать и продолжать. Я к тебе много-много об этом, потому что я всю жизнь этим занимаюсь, изучаю, но вам огромное спасибо, что вы несете прекрасную, здоровую мысль. Спасибо. Вам огромное спасибо за ваше добавление, потому что вообще о Жаботинском можно делать отдельную передачу, и десять отдельных передач, поскольку это настолько разносторонняя, невероятно богатая личность. Вы знаете, если просто даже взять его литературную деятельность, вот одна книга пятеро, это автобиографическая в каком-то смысле книга, это абсолютно гениальный роман. Чуковский, который с ним работал в журнале «Рассвет» в Одессе, он говорил, что он страшно жалеет, что Жаботинский, даже Куприн тоже говорили о ней, что если бы он не ушел в сионистскую деятельность, он бы был гениальным писателем на русском языке. Но я уже не говорю про то, что действительно он как пророк появился в Польше перед Холокастом, а вот именно в Польше погибло основное количество евреев во время Холокаста, и предупредил всех об этом, его не хотели слушать. И вы знаете, вот эта трагедия раздела правых и левых евреев, это то, о чем предупреждал Жаботинский и о том, о чем говорил Бенцион Натаниягу, что евреи не могут себе позволить два направления – социализм и сионизм. Они должны выступать под единым флагом. И вот это как раз момент, за который и ненавидят Натаниягу сегодняшнее левое американское еврейство. Как они ненавидели его 100 лет, Жаботинского 100 лет назад ненавидели, так они ненавидят Натаниягу. Это раздел. Это та ситуация, почему Альталена, корабль с оружием, который Бегин привел к берегам Израиля, был расстрелян. Можете себе представить, чтобы евреи стреляли друг друга и уничтожали оружие, которое, по идее, должно было идти на защиту еврейского государства. Такая внутренняя вражда между левыми и правыми была. И надо сказать, что это продолжается сегодня. Только, к сожалению, левые победили здесь, в Америке. Во всяком случае, то, что сегодня происходит, это абсолютно чудовищно. И это то, что, кстати говоря, предсказал Бенцион Натаниягу. Его же словами, вот здесь, он говорит о том, что… Он показывает на этого профессора и говорит, что вы пустое место, у вас ничего нет, у вас нет никакого будущего абсолютно. И что интересно, что он там у него показывает такую психованную дочку, что она психованная не потому, что у нее там что-то не получается или что, а потому что у нее нет реального смысла в жизни. Нет у нее смысла никакого в жизни. Посмотрите на моих сыновей, чем они живут и чем живет ваша дочь. И что самое интересное, концовка этой книги поразительная абсолютно. Потому что автор пишет, что он, когда закончил эту книгу, он связался с этой как бы дочерью. На самом деле там это была не совсем дочь, но неважно. И вот я хочу вам прочитать письмо, которому… Она не хотела с ним связаться, но ответила ему письмо. Вот это психованная дочь, против которой выступил отец Натани Ягу, сказав, что она психованная, потому что у нее нет никакого смысла. Вот она пишет, автор этой книги. Дорогой Джошуа Коэн, я только что прочитала вашу книгу, причем слово «книга» в кавычках. И я скажу один раз и навсегда, один раз и навсегда, что иудаизм – это просто еще одно слово для патриархии. То есть это, знаете, это то, что сейчас все проклинают, это власть мужчин. Или патриархальная гегемония. Мы все одно, так сказать, один народ, humans. Без всяких разниц, никакой разницы между нами нет. Планета уничтожена, машины занимают наши места. И весь этот еврейский крэп, весь эта еврейская чушь для вас имеет какое-то значение. Да проснитесь! Никто не считает книг больше. И евреи либо на неправильной стороне истории, или вообще никакого отношения к истории не имеют. Вы имеете кризис самоидентификации. Мне очень стыдно, но единственный, так сказать, способ для вас как-то освободить вашу совесть – это присоединяйтесь к людям, к человечеству. И в нашей общей борьбе против полюшин, против загрязнения воздуха и против технологий. И нечего проводить вашу жизнь, плача о прошлом. Давайте будем честны. Мы все могли бы быть великими в этой борьбе, которой она идет. Простите за мой слабый перевод, я с листа перевожу. Все, во что вы верите, никогда не существовало. Это интересное наблюдение. Включая вашу индивидуальность. Если вы когда-нибудь можете поверить в это, то поверьте и измените это. Примите, что даже литероси, то есть грамотность умирает. И когда последний старый еврей, такой, как вы, умрет, так же, как бог, а слово «бог» она стоит в кавычки, в кавычки, в кавычки. Это гордая, нон-байнери, это имеется в виду бисексуальная, лесбиянка, да, лесбиянка собирается танцевать голой, как ад на вашей могиле. Вот это стейтнент, которым заканчивается книга. Вот это лицо современной еврейской женщины для, так сказать, читателя. То есть, понимаете, автор сам по себе показал, к чему ведет вот этот еврейский социализм, еврейская борьба с полюшин, борьба с потеплением там каким-то выдуманным. Я всегда говорю в таких случаях, почему потепление произошло между первым и вторым ледниковым периодом. Вот, ведь коров тогда не было, чтобы портить воздух. Динозавры, наверное, это делали. Так вот, понимаете, вот это полное безумие, это то, о чем говорил Бен Сонна Таньягу, что американское еврейство, у них, они богаты в пассешнс, то есть они богаты в материальных благах, но очень бедны духовно, очень бедны. И вот это полная катастрофа, потому что они за собой, вот тут очень интересный момент, почему это имеет отношение к неевреям очень сильное. Потому что точно так же, как Сабота и Цви, почему его этот султан в тюрьму загнал и пригласил отрубить голову, он соблазнил уже по-атаманской империи, что уже пришел мессия, ребята, вот я мессия, он пришел, бросайте все дела, сейчас в рай пойдем. И, вы знаете, поверили ему не только евреи, поверили, по-атаманской империи начал ему верить. Вот точно так же вот этот еврейский социализм, а сегодня этот агрессивизм, он заражает абсолютно половину нееврейского населения вместе с собой. Вот в чем весь ужас. Что если бы они только сами по себе сидели в своем идиотизме, этом патологическом, понимаете, если бы они сами себе поклонялись этой сумасшедшей и уродивой Грете Тунберг с ее переменной климата, если бы они сами по себе пробивали, так сказать, легитимность лесбионизма, гомосексуализма, педофилии, трансджендеризма, чего хотите вообще. Это Содом и Гоморра в чистом виде, поверьте мне. И которая уже была и повторялась много-много раз. Древние евреи видели этот Содом, и он повторялся и возникал снова. Если бы, так сказать, он не прекращался, человечество бы вообще погибло. Только за счет нравственности прекращения Содома люди существуют. Так вот, понимаете, проблема вся в том, что это обезумевшие, абсолютно лишенные религии, лишенные здравого смысла евреи, они тянут, поскольку, знаете, как Библия говорит, вначале было слово, они великолепно владеют слово, так же, как словом владеет подонок, написавший эту книгу. Блистательно пишут, блистательно абсолютно. Понимаете, вот в этом вся проблема, что они соблазняют вот в эту ересь мерзкую, они соблазняют неевреев тоже. Именно поэтому вот все эти демонстрации на кампусах университетов, и что еще характерно, что они ненавидят Израиль лютой ненавистью, потому что Израиль – это священный символ еврейской религии, еврейского народа. Они ненавидят и еврейский народ, они ненавидят себя, как евреев, они ненавидят еврейский народ, они ненавидят евреев, они ненавидят Израиль, они ненавидят Тору, потому что они ненавидят религию. То есть Бог не существует для них, вот как для этой психованной избиянки. Понимаете? Для нее не существует ни Бог, ни Израиль, ничего. И вот это страшная проблема, потому что вот эта мразь, эта ересь, она распространяется через прекрасное, талантливое владение словом, как владеет автор этой книги, она распространяется на огромное количество людей, которые совершенно и время не являются. И вот это то, о чем я хотела сегодня говорить, потому что, если кто-нибудь его встретит, дайте вам по морде от меня лично. Я поблагодарю. Его зовут Джошуа Коэн, можете посмотреть на интернете, он написал уже не одну книгу, а это последняя его книга, это недавно только вышедшая. Татьяна, огромное спасибо и до встречи в следующий раз и будьте нам здоровы. Пожалуйста. Спасибо за встречу. Счастливо. Счастливо.